Всем привет! Смотрите, что у нас в Анталии в Кипесе происходит. Вот такой новый фонтан открыли на Кипеске Мейданы. Это вот здесь находится. Мы увидели рекламу и тоже решили прийти посмотреть. Раздуваешься и в фонтан. Есть ли там взрослые? Нет, только дети. Посмотрите. А все взрослые сидят и смотрят. Ну, тоже хочется? Очень много детей, да. Вот такая у нас детская площадка здесь. Вода холодная, но детям все нипочем. Привет, Любочка! Вы там? Да, мы уже там. Мокрые полностью. Да, я держу, чтобы не ушли. Мне кажется, очень детей много. Ну, конечно, очень много, на 10 метров диаметром очень много. Ну, в принципе, нормально. А мне сообщение переслали, мы решили прийти посмотреть. Ну, вчера были, но мы не успели, потому что его отключают в 7, а мы пришли уже было 7.30. Вот, и все. Но сегодня успели. Мы пришли приглядеться. Так что, Владимир, если хочешь, у тебя уже друг есть, кто готов туда идти. Там где-то и хилер. Ну, наверное, лучше идти с утра, потому что, скорее всего, будет мало народу. Все же спят. Утром. Да. Это я думаю, что большой плюс. Единственное, что будет солнце, надо кремом хорошо помазаться. Вот, пока еще. Такие денечки. 5 утра у нас еще выключили. 10 утра, сказали, открывают, но почему-то еще и тетечки местные говорили, что они по определенному времени работают. То есть, они все равно дают отдохнуть мотору. Вот, то есть, как бы, включают, включают. Вот, спасибо, Люба, за информацию. Вот, смотрите, давно не виделись. Да, ну, я работаю много и работаю то утром, то вечером, поэтому меня поймать очень сложно. Но можно при желании. Да, вот видишь, будет. Здесь есть охранник. Вот он. Наблюдает, чтобы все было спокойно. 7 часов от... Вот, 7 часов выключили. Вот, едва успели посмотреть. Да. Выключили. Все расходятся. Ну, что, посмотри, посмотрим, что еще здесь есть. Какая площадка. Вот еще есть детская площадка. Хорошо бы, если бы такие площадки были новенькие в каждом у нас дворе. А то у нас уже устаревшие. Вот, новые варианты. Смотри на пути качели. Вот, качельки классные, это правда. И вот такая вариация качелей. О, качели свободные есть. О, качели свободные есть. Что, уже большие неинтересно? Как быстро же дети растут. Совсем недавно они с такой радостью бежали на площадки, на горки, на качельки. А теперь какие грустные. Им уже скучно. Ну, пока посидеть, если... Да. Очень быстро растут дети. Надо каждому времени успеть побыть. Уже не влезает. Все. Видишь, ноги достают. Да, не то, что достают уже. А вот на такой штуке, на этой качели, и я бы не просил прокатиться. Прогурируемся мы вечером на улице. Плюс 31 градус. Солнышко вот уже клонится к закату. В это время как раз все выходят погулять. Здесь находится спортшкола. В стадион занимаются футболом и теннисом. Здесь теннисные корты. А баскетбольные, да, вот здесь вот тоже мы еще дойдем. Дениска у нас занимается баскетболом. Он уже был здесь. Они приезжали своей командой играть. А я, кстати, была здесь, снимала вам видео. Встречу с президентом Турции. Ирдоган прилетал сюда, именно вот на этот стадион на вертолете. Здесь была сцена, выступал. Целый час общался с народом. И было именно вот здесь. Здесь вот большая площадь. Места для всех хватало. Прямо на дороге перегородили. Президент Ирдоган был здесь, в Анталии. В этом году аж два раза. Это было 7 января и 2 мая. Это была предвыборная гонка. Сначала как бы начиналась, и потом уже чуть-чуть оставалась на пинишной прямой. Ну, знаете, что да. Во втором туре он выиграл выборы. Ну, могу сказать, я его видела. Причем очень близко видела. Наверное, благодаря тому, что мужчины и женщины могли подойти к сцене отдельно. Там разделялось. Сначала проходили все вместе, а потом разделялись. Женщины налево, мужчины направо. И получилось, что женщин было меньше. Это кто-то еще с колясками. И было пространство больше. Можно было как-то довольно близко подойти к сцене и посмотреть. Когда дует ветер, так хорошо. Уже нет такой жары. И мне кажется, вечером уже стало меньше влажности. Надеюсь, уже скоро все пройдет. Это вот свадьба поехала, бибикают. Там дюн-салон недалеко находится. Как раз вот за углом. А вот это спортсалон. Вот как раз здесь баскетболом занимаются. Большой здесь спортзал. И еще гимнастикой. Ну, и также дзюдо и подобные виды спорта. Хорошо, что любые все. Кипец Мейданы. Вот эта площадь, она длинная. Протягивается вот еще на противоположной стороне дороги. Тоже есть. И идет аж до этой мечети. Мечейца одна из самых больших нашей Анталии. И рядом с ней находится еще базар по воскресеньям. Вот базар действительно крытый. Самый большой в Кипезе. Здесь часто вот на этой площади проводят разные ярмарки. Я вам рассказываю. А вы, наверное, смотрите на это солнце. Оно очень яркое. Скоро спрячется за ту гору. И будет у нас темно. Темнеет 8 вечера. Уже день все меньше и меньше становится. Это вот лицей. Здесь обучаются с 9 по 12 класс. Это государственные Анадалу Лисоси. Еще здесь находятся технические лицей. Вот он мы там проходили. Вот он был. И здесь еще есть сонат Лисоси. Это художественный лицей. Учится на художников. Эту площадь открыли в 2019 году. Вот сделали все, что есть. А эти деревья привезли. Сразу большими посадили. Это оливковые деревья. А раньше здесь был пустырь. Самый настоящий. Ставили машины только. Проезжаем. Вот именно здесь находится фабрика, где изготавливают хлеб. Вот здесь за ней крытый рынок по воскресеньям. И вот эта большая, очень красивая мечеть новая. И вот еще одна детская площадка вместе с баскетбольной. Сюда иногда дети приходят мои прогулять. Я выхожу. Здесь можно спортом заняться. Покатаемся по дорогам Анталии. Все, кто ко мне приходят в гости, я потом всех отвожу домой. А дети вчера договорились, что они сегодня опять встретятся. Проезжаем культурный центр РДМ. И здесь проводятся разные мероприятия. И в том числе по пятницам и субботам есть выступления артистов. Либо театр. И он бесплатный. Мы ходили, но там совсем для маленьких детей представление. Вот выехали. Мы на улицу Сакарья-Бульвары. Каждый раз, проезжая мимо заправки, смотришь, сколько же сейчас бензина. Дис топлива 38,03. Бензин 95, 38,85. Здесь активное строительство ведется. Было пустое место. Обещали, что сделают здесь парк. Но что-то очень странно. Парк выглядит, в который материалы подвезли. Мы тоже дома построили. Потому что здесь есть остановка трамвая. А в Анталии, где трамвай проходит, развивается жизнь. Здесь вот были старые-старые дома. Вместо них вот сете с бассейна. Больница называется она Дюнь Ягёс. Занимаются здесь глазами. А вот за ней находится больница Мемориал. Вот раньше они специализировались только на сердечно-сосудистых заболеваниях. А теперь они активно занимаются лечением рака. Это частные больницы. Уважаемые двигаться по Сакаре-Бульвары. Пешеходный переход с лифтом и эскалатором. Да, они у нас работают круглый год, потому что зимы-то нет, снега нет. Раньше вот здесь посередине росли деревья, были пальмы. Было очень зелено и красиво. Но для того, чтобы пошел трамвай, пришлось удалить эти деревья. Уже город не выглядит таким зеленым. Так, проехали мы фабрикалар Махалисей. И выехали мы к парку. До Кума-Парке. Я уже не один раз в нем видео снимала. Нахваливаю парк, как его классно сделали. Здесь разнообразные музеи. Есть и музей игрушек, есть и мини-сити. И музеи, рассказывающие про историю города. Остановка трамвая до Кума здесь. Здесь всегда много кошек. Они живут в парке. Здесь их подкармливают. Торговый центр. Узделек парк. В нем мы тоже любим снимать видео. Именно здесь находится магазин Узделек. Магазин полотенец, постельного белья и прочего всего интересного. Приезжаю дальше. Вот как раз мы этот парк объезжаем. Здесь мы с девочками ходили на завтрак. Устраивали утром. Заняли красивую беседку. Потом погуляли по парку. Застряли. Там дальше есть большая парковка. Но все паркуются вдоль забора. Чтобы быстрее было войти. Это тоже маленький торговый центр. Он двухэтажный. Кипа АВМ называется. В нем есть интересный медиамаркт. Пяти Мигрос. Это, кстати, второй Пяти Мигрос в Анталии. Ну и Кёфта Джи Ису. Мы когда куда-то едем за город. На природу далеко. Я сюда заезжаю и заказываю бургеры. Да, они готовят здесь хорошие котлеты, мясо. Настоящее, оно продается. Вот если прямо выехать, то можно попасть в торговый центр Эрасна. Ровно один километр сто метров. Вот здесь находится еще одно интересное место у нас в Анталии. Олимпийский открытый бассейн. Пойдем покажем его людям. Здесь есть курсы плавания. А днем открыто свободное посещение бассейна. Ну потому что жарко днем. Вот вечером тоже учат плавать. Разные группы. Вообще с нулевым умением плавать. Есть кто уже умеет. Вот отрабатывает упражнения. Олимпийский бассейн. Работает он только летом. Видите, тренер там. Здесь же могут находиться родители. Есть куфет. Измей Олимпик Хавузу. Вход через кафе. Очень по-турецки. И родители, чтобы могли посидеть и подождать. Дараба. Мороженое. Водичка. Все как положено. Ладно, вовремя сделать вещь, что ты не понимаешь третий. Да. И пройти в наглое так. Ну а здесь не запрещено, ты видишь, да? Вот можно спросить. Пойдем все расспросим. Намера готова рассказать условия. Условия по два раза в неделю занятия у них. То есть восемь уроков в месяц. Стоят они 800 лет. Чтобы записать ребенка, вам нужен либо паспорт, либо ВНЖ, одна фотография. Никакой медицинской страфики почему-то не требуют. И данный бассейн будет функционировать до 10 сентября. Потом они сделают перерыв на 10 дней и уже хотят перейти в крытый бассейн. В Вене на, скорее всего, это будет на территории университета. Там, где факультет физической культуры. И, кроме того, можно также и взрослым приходить плавать. Час плавания стоит 150 лир. Там нужно будет уточнять время. Но я так понимаю, что в середине недели это с 12 было 16.30. По-моему, получается, понедельник, вторник, четверг, пятница. Но это надо будет еще и уточнять. Вот это так. То, что я успела запомнить. И сказали, что по течение двух месяцев обучения ребенка здесь выдают сертификат. Что он умеет плавать. Что он может плавать без круга. Пока все. Свинт-спорт. То есть можно приходить сюда и взрослым. А я видела днем, где были все семьей. Люди, мы здесь тоже проезжали, останавливались. Потому что мы ходили в бассейн, который у нас Олимпика Хавузова, вот в Арсаке. Там медицинскую справку требовали. И сказали, как ее и где получить. Что в обычной нашей поликлинике надо исходить. И там что-то сделать. Мне, честно говоря, кажется, что два раза в неделю это маловато, чтобы научиться плавать. Надо было бы... Часто кости размять. Да, и галочку поставить, что ребенок ходил заниматься. А я-то думаю, у меня просто соседка, где мы раньше жили, рассказывала, что у них ребенок ходил два года. И так и не умеет толком плавать. Если по разу в неделю... Ну, вот теперь понятно. Он до следующей недели забудет. Мы, кстати, в Арсаке тоже там два раза в неделю показывали. А есть спортивные группы, которые там уже... Они сами отбирают особо способных учеников. Те занимаются уже бесплатно. И занимаются каждый день. Ну, как вот спортивным плаванием. Не знаю. Предложила им. А они сказали, мы лучше на море. Бесконтрольно. Они говорят, что хочет баскетбол. Хотят на море. На море три часа не вылазить из воды. А то, что здесь говорят, 40 минут. 40 минут, это мало. Бугенвилье. Не пахнет, но очень красиво. Да. И сипится очень. Ее можно, кстати, такую маленькую посадить даже на балконе. Ну, что, поехали мы дальше. Скажут, что мы все время снимаем вечером. Ну, потому что днем очень жарко. Это только если куда-то далеко ездишь. Утром тоже дела есть. А вечером в Турции все гуляют. Именно вечером никто не удивляется. В 10 вечера, пол-одиннадцатого, вы увидите на улицах очень много детей и маленьких детей. Ну, а утром тишина. Утром все спят. Ладно, поехали дальше с нами. Вот мы проезжаем из Дилек-парк. Торговый центр с другой стороны. Показываю, какие основные магазины здесь есть. Кто, как говорится, смог будет дороже, побольше купить на птичку. 30 градусов, 19,50. Звучит азан. У нас все темнеет. Довезли вас до дома. Пока-пока. Да, спасибо большое за хороший день в прогулку. Кучу эмоций. Опа. Все. Тачку заняли. Новый водитель у меня. Он вчера крутил руль. Да, вот вчера. Они в Кемер, когда мы ездили, тоже понравилось. Сейчас тебе всю резину сотрат. Все. Новый водитель. До новых встреч, новых видео. Все, все, пока-пока. Пока-пока. Дениска, пока. Пока. Пока.